дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и мы продолжаем проходить сагу вампири как я говорил ранее это трилогия и на очереди у нас вторая часть вот только честно друзья я не знаю дабы не ловить спойлер я стараюсь описание к игре не читать поэтому не в курсе будет ли это прямое продолжение первой части хотя по логике должно быть у нас там явно открытый финал есть вампирша которая убила или способствовала смерти нашего дедушки и главный герой который как-то должен стать спутником этой самой вампирши но он этого явно не хочет давайте посмотрим что с этого получится но перед началом видео друзья хотел бы поблагодарить всех спонсоров кто поддерживает канал большое друзья спасибо и мы начинаем всем приятного просмотра так даже профиля нету ну давайте гудмен экспертный режим ехали как добро пожаловать в хелл рок население и черепочек человеческий череп у настоящий да что же здесь происходит вообще был какой-то знаете такой комикс там даже не комикс во время заставки наш герой наш не знаю с первой части не с первой ехал куда-то на мотоцикле упал почему-то и все то есть там даже ни слова ничего не было поэтому я решил даже это не показывать там принципе нечего смотреть а вот дневник мне здесь нравится много текста есть какие-то видимо его личные переживания его мысли собственные то есть не просто знаете какие то вот бывает подобного рода играх берешь записку и что там все переносится в дневник то есть типа якобы внутренний дневник но в какой-то мере да но вот эмоции переживаний и мысли персонажа иногда не хватает здесь вроде бы с этим полный порядок очнувшись очнувшись у ворот заброшенного города не в силах вспомнить даже собственное имя поневоле чувствуешь себя обманутым судьбой я почти ничего не помню в голове тесняться какие-то смутные образы я уверен лежит двух вещах это мой мотоцикл лежит разбитым в дребезги на дороге и это моя кровь на моей руке но боюсь найти помощь в этом захолустье не получится рассчитывать придется только на себя похоже я крепко приложился головой даже события минутной давности ускользают словно дым может если делать фотографии тех мест где я бываю это поможет не заблудиться чья-то глупая шутка или это череп настоящий гвоздь которым он прибит вытащить без клещей вряд ли получится откуда у меня чувство что скрытое за ним число крайне важно и важно так инвентарь не прикрепляется это подсказка ну кстати вот непонятно как это работает ладно уберем его так это бензинчик льется да он может мне пригодится напомню друзья было бесконечно много поиска в первой части очень хочется верить что во первых предметы которые мы нашли они в итоге будут исчезать и у нас не будет потом повторного поиска но даже если вдруг появится повторный поиск чтобы предметы которые мы нашли они отсутствовали надеюсь вот хоть что-то с этого разработчики выполнят хотя если учесть что игрушка 2011 года но как-то вызывает подозрения хотя вот прошли недавно мистер и джекерс и там слову все было в порядке одна сцена поиска сын поиска не очень много то есть игра брала абсолютно другим и получилось очень очень добротной вот хотелось бы что-то похожего увидите здесь так ремень кусачки сумка термометр летучая мышь так сумка и кусачки это секатор наверно это было похоже честно на секатор так и что вы дали нам ну у них это кусачки сейчас окажется что это секатор нет кусачки ну тогда давайте достанем гвоздь что кажется у меня а не какое-то приземление показалось у этого есть иное применение ведь мы где-то какую-то цифру надо ввести будет ухты призраки вообще игрушку можно вполне отнести к мистике что-то есть пирог какое-то потому что напомню было вампирши в первой части и про других каких-то вот мифических существ не было тут вот прям в начале призрак какой-то появился странно по идее должен в город пойти это типа я фотографирую уже попутно я так понимаю да или как это работает да здесь какая-то странная лужа пройти вряд ли получится у нас только один предмет в инвентаре деваться явно некуда давайте вернемся назад здесь закопано там надо чем-то будет подпереть какой-то гвоздик условный бензин набрать нечем сцена поиска закончена тук 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 рубильничек рубильничек можно сразу сюда но мы не знаем наверное как надо правильно располагать плюс в баке нет бензина бензин можно пойти наверное я так понимаю набрать бутылку здесь написано что уголь под землей в шахтах все еще горит и от этого грунт может проваливаться не гостеприимное место давайте воды наберем очень странно почему я не могу в бутылку капающую бензин набрать так совсем непонятно давайте вернемся сюда может что-то еще куда-то пойти нет никуда идти больше нельзя здесь явно нужна шестерня здесь явно нужен бензин земля в шахтах все еще горит от грунт может проваливаться холодно не жарко мне от этого и что мы сделали я так и не понял что я сделал как будто бы куда-то путь должен открыться кусачки пропали с инвентаря но тут почему-то ничего не произошло да и все по-старому осталось а в чем тогда смысл был того что я только что сделал нет ну подождите также это не должно работать я понимаю то есть мы что-то сделали но тем не менее ничего не случилось так это не работает в таких играх после определенного действия должно что-то произойти но теперь точно нужно заправить двигатель у нас просто больше нет вариантов что еще можно сделать ничего не происходит да вы серьезно бензобаки осталось немного ну может быть узкое горлышко у бутылки я понимаю что возможно не работает это всякую-то крестик ищу ну бутылка здесь это явно не сработает давайте вернемся еще до может что-то я пропустил вряд ли здесь опять же бутылка пригодится на по идее бутылку можно разбить и покопать как вариант но тоже все не то и что-то доделать ну явно что-то с бутылкой надо сделать самое логичное объяснение это забавно я не могу вспомнить даже свою фамилию но почему-то помню что этот город закрыли в 50-е годы за два века когда случился пожар в угольных шахтах и уголь до сих пор горит под землей неудивительно что въезд в этот город призрак закрыт но я уверен что смогу найти способ попасть внутрь не будем забывать а вот это что такое что что с амулетом то у меня еще где-то фотоаппарат какой-то был все друзья наигрался я не знаю как это блин логически объяснить что делать дальше мне просто реально непонятно нужно заправить двигатель так я в курсе двигатель знаю блин опустит и руку в ту лужу мне кажется что вот эта вот веревка это одна из знаете элементов то есть допустим это огромные ворота вот они были привязаны цепью цепью я цепил потом надо заправить двигатель он включится нажать там как-то рычаги ворота просто отъедут в сторону то есть если пья цепочку эту не обрезал порота бы естественно но никуда бы не ушли то есть это один из элементов того что я обязательно должен был сделать но проблема вся опять же упирается конкретно вот бензин понимаете у меня есть бутылка я не могу ей воспользоваться для меня это просто нонсенс какой-то ну слушайте я так постоянно по 40 раз буду делать я 1 30 это нажму не 30 я уже в руку раз 10 я точно это пробовал делать так это темный дух кстати напоминает тот что был на кораблем по рассказам дедушки помните который убивал всех но там это были мы сами вроде как как в конце прояснилась ситуациям а тут кто тогда надо почитать дневничок что за чертовщина похоже здесь есть кто-то еще как только я открыл ворота тудилка кого-то убегающего в глубь города было слишком темно и мне удалось разглядеть только его тень от этих пустых улиц у меня мурашки по коже никак не могу отделаться от мысли что весь этот город одна большая могила кем бы я ни был до амнезии воображение у меня буйное это точно так взяли очень хороший топор им явно не покопаешь я сомневаюсь что пока под напряжением и чего-то будем касаться даже с помощью топора если топор еще был заизолирован но как-то на это это плохая идея так подача тока выключена я вот никогда не понимал в этих играх почему нельзя вот где-то слева аккуратно быть и зачем обязательно топором в данном случае было пользоваться так опять какие-то видения но у него были у деда его были какие-то видения может знаете помните в первой части вот это вот девушка я уже забыл как ее зовут да неважно как ее звали она говорила что ты что в нем типа заключен заключен дух какого-то ее возлюбленного то есть опять же следовать выводам которые делал в первой части значит на есть шанс что в этом вот нашем главном герое внуки того деда тоже зарождается какая-то возможно сила поэтому какие-то образы он видит то есть он потомок опять не знаю кого не знаю чего но тут возможно есть в какие-то вот важные моменты короче посмотрим ушников разве не было что-то я перепутал пер и путал так щетка вентиль колесико бинокль нож бутылка газовый ключ так думаем 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 тоже не то колесико колесико это чё такое вот это чё такое непонятно так вот наверное бинокль колесико тут колесиков много бутылка ну бутылку сейчас найду в принципе бутылка я не думаю что проблема какая-то большая будет вот газовый ключ вот он наверно нам и колесико как-то не совсем понятно колесико маленькая какое-то имеет может нет это рулетка скорее всего может это все осталось нож и бутылка вроде бы в меняемые предметы для поиска но их можно хитро спрятать вот нож где же бутылка тут вот эта фляга ну что это вот короче любой сосуд может эта бутылка у них хотя для меня это колба какая-то но здесь есть такие спорные моменты в переводе я не уверен что решетка кажется под ней что то есть на руками мне ее не поднять поищу что-нибудь подходящее явно колесико здесь не подходит блин хочется куда крестик мне нажать или знаете как вот в играх решетка кажется о это что-то другое уже откуда на этикетке старых консервов мою фото я сплю интересно что же внутри ну пока честно мало похоже это на связь какую-то с первой частью но тем интереснее кстати я был прав пожар в шахтах продолжается уже седьмой десяток лет часть улицы просто ушла под землю и пройти дальше вряд ли получится придется искать обходной путь возможно я найду что-то полезное в доме слева под решеткой слива что-то виднеется неуверенно похоже на какую-то старую плюшевую игрушку я точно сплю иначе откуда в этом богом забытом месте на это ржавые консервные банки моя фотография нужен ключ его не открыть так вроде бы все проверили возвращаться назад да так банку ты не взял да есть надо консервный какой-то нож так в почте всегда что-то есть папа я оставила ключ на хранение мистеру gnome как ты просил ясно и так понимаю ключ от машины так что мы взяли стамеском садовый гном шапочку но похоже можно снять на мне никак не удается это сделать а если стамеской ну это не похоже на ключ для машины на это ключ от дома это больше похоже на правду ну и шуточки у жителей этого дома ухты чуть озарев такой пока пока папа угадай у кого ключ от спальни на какие-то фломастеры я так понимаю так раскраску на холодильнике сделал ребенок готов поспорить полагаю эта девочка любил играть с отцом в загадке вот только разгадать этот ребус придется мне если я хочу получить ключ от всех дверей в этом доме но хорошо и я вот и не могу сказать что здесь нарисованна так нормально это такой же какой-то ясно кочерга и голова куклы еще есть ножницы возвращаться там была лопата и чем-то надо было прилепить знак по-моему все сзади больше делать было нечего картина давайте воспользуемся ножницами рой фломастер как ножницы пропали нет ножницы остались от хороший знак ну вообще если повторных сцен поиска не будет очень пока все здорово работа над ошибками была проведена просто блистательная так осталось пришить голову у нас пока ничего похожего нет так 3 фломастер еще один четвертый аляски куклам двери не откроются может все видения какие-то слушайте 5 каких-то детской коляске. Смотрится просто ужасно. К тому же вся коляска залита чем-то подозрительно похожим на кровь. Да нет, не может быть. Надеюсь, это просто вишневое варенье. Странная мысль о том, чтобы пришить голову, этой кукле не оставляет меня. Я схожу с ума. Огромный тарантул облюбовал высохший аквариум, в котором по странному стечению обстоятельств лежат ключи от автомобиля. Черт С2, я суну туда руку. Должен быть другой способ достичь их, не подвергая жизнь риску. Откуда столько пауков на кровати? Мне кажется, под ними что-то есть. Так, ну-ка, ребятки, подвиньтесь-ка отсюда. А почему пшикать больше нельзя? Только чуть-чуть, да, попшикали и все. Ладно, у нас есть фломастеры. Попробуем эту головоломку решить. Если я закончу раскраску, возможно, узнаю ключ от спальни. Я могу другое красить, видите, ошибка сразу. Да, где-то ошибешься. Я все ошибся. Я даже не видел, что там было нарисовано. Блин, где-то... А как сбросить? Там где-то единица, возможно, была. Я не знаю, я уже... Мне кажется, это я уже неправильно все делаю. Субтитры подогнал «Симон» а единица это что ли и точно слон мне кажется нет получается я ж не все зарисовал вроде все так это что такое моющее средство как слушать я слона то мастерски нашел да вот как надо работать так надеюсь это мой еще поможет мне пауков прогнать нет не поможет а к как мне быть моющее средство где-то что-то грязное есть что магнитом как-то чергой вряд ли ножницы мне оставили что-то я точно не зажигал свечи ну да свечи зая зажжены и в городе никого нет значит но что-то тут слушать и по моему точно я заходил свечей зажженных не было ключ от машины мы знаем где находится давайте попробуем багором и чергой воспользоваться может там этот слоник а ключ от комнаты вернемся в дом вернемся и откроем там говорили от всего дома ключ ну по-моему только от одной комнаты по сути дела до смотрим что здесь опять какой-то дух вот опять же вопрос друзья это видение нашего героя то есть опять он видит какие-то знаете вот флэшбеки либо это происходит в реальном времени доска крепко прикручена болтами нужна отвертка но у нас даже ничего напоминающего отвертку нет может быть колесико это ручка нет тоже пусто где-то какая-то антенна закрыта а колесико есть кстати сцена поиска скорее всего будет ага нужно смазать масло может моющее средство подойдет нет но предметы еще одного избавились я точно съехал с катушек это читать и не буду по моему я нашел возможность обойти провал на улице однако чтобы воспользоваться этой приставной лестнице нужно что-то твердое положить на прогнившие черепицу иначе я рискую провалиться вниз и переломать ноги нужно отвертка получается а у нас предметы закончились новых предметов я давно не брал магниты моющее средство по идее где-то что-то должно лежать слушайте под ковром и брать магнит моющее средство явно тоже нигде тут не воспользуешься ну блин блин интересно интересно что нам могут предложить зашить мы пока ничего не можем вот всюду пусто вообще магнитом бы достать ключик о странно в игре в таких играх обычно магнит магнит применяется вместе с какой-то цепочкой так масленка ладно идем сцену поиска тогда открывать да 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 ой 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 так это сложно будет давайте по порядку связка ключей клубок нита колокольчик отвертка расческа пуговица варежка кошелек помазок чайник две книги и сапоги им я много прочитал и ничего не запомнил кто-то запомнил конечно но не факт что все а что здесь расческу по моему я помню фонарик был мне сразу фонарик хочется нажать зеркало вроде не было чайник я помню ну кстати отвертка здесь заметьте отвертка нам нужна варежка вот как-то я мало предметов нашел наверняка что-то не выбрал клубок ниток надеюсь помазок это пуговица я надеюсь дам колокольчик связка ключей м 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 0 м м остался только кошельок, вот он так опа и ручка сразу как замечательно два в одном кажется это спирт может с моющим как-то смешать ну ладно что у нас есть спирт правда пока не знаю что для каких функций для внутреннего применения вряд ли для наружного тоже ведь этот дух непонятный вроде пусто так это назад то есть у нас можно пойти налево можно пойти направо я пока проверю все остальное надо специальный крюк в какой-то сцене поиска мне кажется я видел крюк для люка но цены поиска пока вроде не повторялись опять куча мест старая реклама фильма телефон жаль что я не помню ни одного номера тоже пусто опять несколько мест куда можно пойти можно еще дальше под слушайте сколько в этой игре локаций устройство для заправки кислородных баллонов у нас пока с этим какой-то шарик надуть или что-то еще бог заполнен бак заполненного внутри что-то еще есть фальш фейер это что такое что-то ничего не берется здесь там кто-то есть или что-то может фонарик какой нужен ничего не понял вроде пусто фальш фейер фальш фейер фейер это как огонь надо как-то перепилить засов если мы этот фальш фейер положим не ложится хотя помню как я бутылку использовал я уже вы знаете вот где-то будет ступор я не уверен что я что-то неправильно где-то буду делать вот не знаю мне эта ситуация с той бутылкой в самом начале помните где я застопорился не знаю вообще не заходит вентильного ножа наушники связка ключей помазок опять эти помазки уже слушать связка ключей вот канистры бинокль окном не было этого нет не стра бинокль мазок бинокль канистра так бутылка вентиль два ножа наушники шланг так и и и и и и блин нож неприятный предмет это пила вот это может быть так что нам дадут нам дали вентиль я нигде вентиля не помню не хватает рубильника я так понимаю нет рубильник есть вот тут не хватает чего-то у нас с этим пока у плохо жарная машина ладно там было много чего можно было сделать давайте исследуем кинотеатр тогда газета 50-летний с давности мне ни к чему так нужна монетка монетки нету там какой-то медведь а в кассе ничего нету знакомая мелодия мобильный нужно найти его похоже это единственная возможность позвать на помощь код кассового аппарата легко запомнить это цена обеда бургера и газировки в кафе у молли бургера бургера и газировки запомним так у нас есть отвертка тут так явно нарисован эти знаете вот эти вот винты прикрученные надо найти менюшку в начале стоп 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 там кто-то сверху бегал там кто-то сверху бегал никак не связано вон там крысы ладно крысы нам ни к чему хотя звуки этим так аппарат для нужного клея чтобы склеить пленку клея у нас нет у нас есть моющее средство похоже это панель настройки резкости проектора к сожалению я и ума не приложу какими должны быть значения этих параметров тоже все пусто так что здесь ну может быть отвертка вот какие-то кабеля вроде отсутствует провод перерезан кто-то отсоединил провод позже ты мой сколько вы тут предлагаете лампочки патрон это вряд ли отсюда патрон имеется виду у лампочки тоже патрон есть кто не знает так что здесь листы лампочки бумага не знаю зачем пока не понимаю очень много действий вот на любой локации буквально одну вещь пропускаешь друзья и все и кирдык странные образы продолжают нас посещать взяли крест опять непонятно зачем окна церкви заколочена ок там что-то много записок давайте почитаем так я опустил спустил воду из старой цисерны и оказалось что внизу тело какого-то бедолаги как он умудрился попасть туда как бы то ни было в цисерне слишком темно я ничего не вижу тем бы поэтому короче ясно как мы думали надо какой-то источник света слушайте наш вот этот вот может помогу который мы взяли там flash что-то там может быть вполне быть я снова увидел чей-то силуэт на этот раз перед входом в полицейский участок это может показаться странным но похоже незнакомец хочет чтобы я шел за ним где-то вдалеке звонит телефон и раз мелодия мне так знакома думаю это мой телефон наверное он выпал из кармана когда я упал с мотоцикла как он тут оказался нужно вернуться и найти его это единственная возможность позвать на помощь а нужно вернуться по я кинотеатра я нашел записку где сказано что комбинация открывающая кассу это цена двойного бургера в местной забегаловки нет бургеры и газировки неправильно осталось только найти меню кафе у молли невероятно я склоняюсь по этому городу уже который час но слово бургер не вызывают у меня никаких эмоций наверное голод пропал из-за страха в комнате киномеханика на монтажном столе запекшаяся кровь и нет никаких сомнений что она тут появилась недавно сказать что я до смерти испуган не сказать ничего кажется под этой лужей что то есть нужно только смыть кровь у нас есть моющее средство кстати тыква приколоченная гвоздем к воротам церкви выглядит как насмешка хиллок живет по каким-то своим законам не поддающимся разумному объяснению кажется город хочет чтобы я открыл все его тайны что же если для этого нужно вырезать тыкве лицо я это сделаю я все глубже погружаюсь в кошмар муты и раскапывали старый надгробный камень вырос зарос колючим кустарником интересно чё имя выбито на нем надо секатор секатора у нас тоже нету таксона поиска ну хорошо сейчас какой-то предмет получим плюшка для гольфа это навряд ли еще один крест нет буква аж я думаю это тоже не то что мы найдем шляпа шляпа вряд ли вот фонарик кстати фонарик кстати вполне мечте сак не то это нож скорее всего стакан две бутылки и ножницы но тут есть предметы которые в принципе я думаю нам бы не помешали ну я знаю как выглядит тесак понимаете но вот это же дрель кстати аж вроде нажимал ее может вот это амфора возможно так платок мой платок это тяжело платок это тяжело ножницы еще может вот это но у нее были какие-то ножницы похожие на секатор но нет и это не те ножницы до ножницы бутылка блин тут бутылка может быть так как термос больше похоже фонарик это тоже вряд ли бутылка но чем черт не шутит ножницы фонарик фонарик она бутылка блин ну тесак это на кухне мясо разрубают такое знаете вот здоровенная фигня ну блин не вижу на что бутылку не вижу так это уже норм уже второй раз подряд она фактически остается последней я чё-то даже думаю что я бутылку найду позже чем тесак где-то на краю как обычно знаете такие мертвые зоны ну нет не видно блин вот вроде все поиски были относительно быстрый но вот тут что-то я ну только друзья короче буду кликать я не вижу эти предметы не тесака не бутылки 2 просто буду кликать может перевод случайным образом немножко хотя бутылка вряд ли неправильно переведена потому что я одну бутылку нашел я заметил перед тем как нажать а вот тесак все равно не вижу сак блин как по-английски тесак я даже не помню с переводом что не так тесак тесак вот он блин так что вы дали мне стакан вы серьезно не ну я понимаю со спиртиком это можно совместить но какой смысл найти крест крест есть стакан есть и что это стакан со святой водой фонтан работает тут вроде ничего больше делать нельзя что-то ну ладно так что у меня осталось как вариант я могу пойти ему еще средства использовать и наверное все где-то вдалеке звонить звонить телефон возможно там что-то еще сделать а к чему тут за впечатлил опять так сходим давайте посмотрим бумагой нет короче все у нас нечего делать а я еще хотел попытаться осветить контейнера этот как вариант вот этой штукой не понял я даже рот не успел открыть он оказывается живой ли это вампир так честно вот это сп это было более реалистичная игра я бы серьезно испугался в 6 просто чувствую себя героем какого-то готического романа куда же без кладбища и могилы поросший колючим кустарником как бы то ни было здесь я хочу узнать какие тайны здесь сокрыты стоит поискать секатор я в ужасе волосы до сих пор стоят дыбом этот труп в цистерне ожил и попытался схватить меня я вовремя успел захлопнуть крышку хуже всего то что мельком я заметил ключи у него на поясе которые могут мне пригодиться но без святой воды боец зомби или вампирами из меня не получится так у меня есть святая вода жесть просто так у нас есть ключ шерифа не подходит полицейский участок вон он где делать последнее что в голову приходит вернуться назад и посмотреть телефон может быть телефон как-то мне хотя а зачем мне телефон вот объясните мне я не очень понимаю зачем мне телефон здесь у меня предметы которые мне она совсем не нужны давайте вернемся туда где я упал с мотоцикла ну блин мысли нет вообще чем тут отмечают все понять могу что-то поменялось тут разве на локации по моему нет вспышка какая-то там было все по-старому о алло мне нужна помощь да палмер тебе понадобится помощь когда я доберусь до тебя палмер это моя фамилия послушайте я в городе хиллок оставайся на месте палмер я сам приеду за своими деньгами я не понимаю не вздумай снова сбежать слышишь я тебе размажу по бежать почти два дурачка реально один человек ему угрожает он продолжает что я нахожусь там то и там по второй обещает его размазать и горит унут но ты не уезжай не надо то что я приеду все равно к тебе сотовый телефон нафиг мне дали его кажется я должен денег человеку который собирается приехать сюда не совсем-то помощь на которую я рассчитывал однако я узнал что моя фамилия альмер к тому же громилы пугающие выбить долги меня пугают гораздо меньше чем этот кошмарный городишко ну хорошо дали мне телефон чем меняется от этого по моему ничего вот вряд ли как то я чем-то могу сделать сотовый телефон у меня новый предмет до приезжай как раз вот классная преграда для тебя удачки тебе вот реально и что делать чё ты сверкаешь я понять не могу ты задолбал о что это значит от ладно пройдемся по всем так локация может я что-то не понимаю вроде никто не сверкает 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 чё-то сверкает сверкает чё-то ну тут нечего делать ансервы я не открою двигаем дальше гнома мы разобрались ворона тут ни к чему тут принципе мы все поделали даже под локация закрыта голову мы не пришили пришивать нечем сотовый телефон только есть в этой комнате жуки кстати может они вспышки боятся они происходят но там кстати какая-то звезда очень не знаю что то еще осталось он крыса сидит ну по факту еще одно действие тут есть спирт кажется это спирт голыми руками не открыть и а и и и и и видимо надо что-то куда-то направить что здесь полицейский участокimar нет нет смысла отвертка тоже не помощник вряд ли тут такую ключ конечно другой нужен вообще кажется какая-то горелка нужно чтобы это все отпилить по-хорошему вот интересно реально а что дальше тогда мне это делать понятки у меня нет у моли меню я тоже не вижу может быть ключ подойдет этот он даже внешне не подходит не очень-то смотрится нужно знать код подбором не дают это сделать можно было попытаться в теориям что тут у нас а надо лампочка чтобы это потом как-то сфотографировать что-то тут тоже непонятно вот отсоединил провод провода у нас нету крыса бегает нужен клей чтобы склеить а здесь чем-то оттереть бумагой он тирать не хочет ключ и друзья это глобальный ступор так сходим еще раз суда хотя я не думаю что мне это поможет вот и и раскапывали могила выглядит будто ее раскапывали потом и телефон зачем мне сотовый телефон не работающий мест все друзьям это ступор а вы знаете друзья на сегодня наверное все он в общем вот такой вот получилось прохождение посмотрим что будет следующий раз я по вражу может быть самостоятельно попытаюсь найти возможно дальнейшие какие-то кстати что-то коза вот камень какой-то нарисован подождите а что это значит а по а вот и подсказочка смотрите у нас что это было я не понял а где этот камень пропал я не понял а е перейти в локацию и а до уже вот таким знаете образом и будешь жалеть что обучение не прошел далее какой-то камень почему-то он не засчитал ся просто цирк какой-то дали камень и он не засчитал сяло представляете и тут как будто есть какое-то действие возможное 973 ну давайте попробуем сходим позвоним монетка какая выпадет камень то отсюда был о сколько тут еще искать ладно друзья в общем игрушка очень большая очень интересная но я думаю следующий раз пойдется побыстрее потому что мы уже какую-то часть локации изучили примерно представляем где надо что делать в целом могу сказать абсолютно точно разработчики провели работу над ошибками играется интереснее и сцен поиска гораздо меньше они дозированы они не повторяются по крайней мере вот по и по итогу часу игры не не повторяются мини-игр не очень много но может в дальнейшем появится была только одна вот это с красками и получается по сути дела все в целом не эта игра даже напоминает чем-то мистерю трекерс 2 то есть тоже много локаций много действий на первой локации фактически еще осталось какое-то действие здорово и сюжет честно интригует я до сих пор не понимаю мы играем за того парня что был в первой части или нет как эти события связаны и чем больше задаю вопросов тем мне становится интересней надеюсь друзья вам тоже и на сегодня все большое вам спасибо за просмотр играйте только в хорошие игры всем пока пока а